Уважаемые братья, Аллах, как каждому своему пророку сказал в Коране, то, что он был терпеливым. Абаюба, алейсалям, сказал, Он был терпеливым. Ай, Исмаил, я аба, ти фа'ль, ма ту'мар, сатаджидуни инша Аллаху минас сабирин. Ой, мой папочка, делай то, что тебе Аллах, субхану ва таля, приказал. Ты меня застанешь из терпеливых людей. И этот Дунья, вот тот брат, который сейчас, какого близкого своего потерял человека. Или Аллах, субхану ва таля, испытал каким-то тяжелым испытанием. Задумайтесь о хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиму ассалям, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхиму ассалям, сказал, В судный день В судный день самого счастливого человека, богатого человека, который проживал на этой земле со времен Адама, алейсалям, до судного дня, самый великий, самый богатый, у кого была власть, но он из обитателей Ада. И приведут его в судный день И возьмут его и окунут один раз в Ад. И после этого высунут оттуда, вытащат оттуда. И спросят его Когда-нибудь ты видел благо? Из одного раза, как его окунут в Ад, он скажет, Будет клясться величием Аллаха. Нет, я клянусь твоим величием, о Аллах, я никогда не видел блага. Забудет все это благо, которое было в этой короткой дуне, после того, как один раз окунут его в Ад. И также приведут самого несчастного человека, который был в этой дуне, но он из обитателей рая, проявлял терпение. Один раз его окунут в рай и спросят его Аллаху, Когда-нибудь видел что-то несчастье, какое-то испытание, что-то тяжелое, на что он сказал, Я никогда не видел ничего плохого. После того, как один раз окунут его в рай, а что говорить, когда он зайдет в свой дворец в раю, в свой дом, к горе, к своей супруге, к своей семье вернется, с пророком вместе будет кушать, из еды Ад. Что тогда об этом говорить? И если у кого-то тяжелое испытание, пророк Мухаммад, саллалху алейхи вассалям, сказал, Вспомните об моем испытании. Много было в жизни испытаний посланника Аллаха, саллалху алейхи вассалям. Возьмем одно испытание и на этом закончим эту хутбу. Пророк Мухаммад, саллалху алейхи вассалям, Вулида ятимен. Пророк, саллалху алейхи вассалям, родился сиротой. Когда в утробе своей мамы был, его отец Абдуллах в сторону Шама возвращался с торговли, умер в Яфирибе, в Медине. Там его похоронили. Родился ятимом, родился без отца. Аллах в Коране говорит, Аллах тебя застал сиротой и сам воспитал. Аш-Шау-Ки сказал, Мухаммад, ты упомянут в Коране как сирота и как прекрасен тот жемчуг, который скрывается в глубине сироты. Шесть лет ему исполнилось. Мама взяла его. Ее помощница, умму Айман, втроем пошли пешком 500 километров в Медину навести дяди пророка Мухаммада, саллалху алейхи вассалям, со стороны отца. То есть смотрите, опять же она как хотела, не разделяла родственные отношения, хотела, чтобы повела, повела к дядям, чтобы он познакомился с ними. Взяла она его, повела в посланник Аллаха. Первый сафар был, посланник Аллаха, саллалху алейхи вассалям, в шесть лет. 500 километров пешком, через Сахара, через пустыню. И потом она показала могилу его отца Абдуллы. Сказала, Вот это могила твоего отца. Он не видел отца, родился без отца. И вдруг первый его сафар, он видит могилу своего отца. Представьте вот положение этого мальчика, нашего любимого пророка, саллалху алейхи вассалям, в шестилетнем возрасте. Его слезы, что он переживал, когда видел, не видел во очи своего отца, но увидел могилу. И потом, когда они вернулись, взяла его за руку, его мама возвращалась в Мекку. 150 километров прошли в сторону Мекки, есть такая местность Аль-Абула. Она устала и умирает. Мама, только он видел могилу своего отца. Теперь на его глазах его мама умирает в шестилетнем возрасте. Все для него мама в этот момент. Уму Аймен говорила то, что она хотела первое. Она ее взяла, берет джиста, тело ее, она умирает, душа из нее выходит. И последнее, что она хотела обнять своего сына, ребенка, это все было для него. Она его кормила в своей груди. Вместе с ней жил без отца. Сиротой был посланник Аллаху алейхи вассалям. И умирает на его глазах. Только он видел могилу отца, умирает мама. Тогда уму Аймен начала копать могилу для нее. И сказала, Мухаммад, помоги мне копать могилу для твоей мамы. Они копали могилу. Уму Аймен говорила, что я лицо этого ребенка, шестилетнего Мухаммада, закрывала его глаза от могилы, чтобы он не видел могилу, и от его мамы мертвой. Положили в могилу, закопали. Потом взяла его за руку, возвращаясь в Мекку. Пророку саллаху алейхи вассалям, будучи ребенком, умирает, 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 забыли маму, маму давай заберем. Она уже умерла в могиле. Она его привела в дом дедушки Абдул-Мутталиба. Открыл дверь Абдул-Мутталиба. Айна, умирает, где твоя мама? И пророк саллаху алейхи вассалям заплакал. Тогда он взял его и сказал, иди ко мне, мой сынок. И воспитал его два года, только он привык к нему, забыл об этом, умирает дедушка Абдул-Мутталиб. Так он сиротой из рук в руки передавался. Потом его воспитал его дядя Абу-Талиб, который был для него и для мамы, и папы, и дяди, и дедушкой. Так он хотел, чтобы он принял ислам, он не принял, умер, не сказав ля-иляха илля-ллах. Он его воспитал женином на хадиджеем. Всех похоронил, саллаху алейхи вассалям, своих детей, кроме Фатимы, умерла через полгода после его смерти. Один был год скорби, когда в этот год умер его дядя и умерла его супруга. Пророка, саллаху алейхи вассалям, больше всех Аллах любит и больше всех испытал. И если, брат мой, Аллах тебя испытывает, значит, Аллах тебя любит, смотрит, чтобы ты к нему приблизился, как ты себя поведешь в этот момент. И все это проходящее. С детства Аллах, субхану алейхи вассалям, воспитал его, сказал, проявляй терпение, Мухаммад. Проявляй терпение так же, как проявляли обладатели решительности из посланников. Так он воспитал его, Аллах, субхану алейхи вассалям, на терпение. Потом были битвы, газоваты и так далее. И запомните, Ая, и с ним живите. Как только тяжело вам воспоминайте о боли, то, кто умер из ваших близких, поистине терпеливые возьмут свою награду без границ. Как говорят ученые, подобно тому, как ты приходишь в банк и берешь чек, нули которого не заканчиваются. Вот такая великая награда за терпение. И все бы захотели бы получить такую награду в Судный день. И как будет прекрасно, уважаемые братья, тот момент, когда мы увидим горы своих благих дел, но мы этого не делали. Аллах воздал нам за наше терпение. Барак Аллаху лена, ولكм, وجزаكم الله خير. Инна Аллаху и Мелайкетаху юсалюна على النبي, يا Аюха, الذин ааману, салюу алейхи, вассалиму таслима.